всем привет дорогие наши друзья ну и по названию видео вы поняли что у сергея день рождения и я решила испечь именинный торт торт бисквитный и начала это делать за день то есть накануне вечером я испекла коржи не коржи то есть тесто до поставила его в холодильник на всю ночь рецепт я укажу в описании видео если вдруг вы вам понравится и вы захотите повторить этот рецепт пожалуйста милости просим также в общем в этом бисквите я взяла отделила 6 яиц 6 желтков и 6 белков отдельно и как вы видите я взбиваю 6 желтков отдельно в чаше вместе с сахаром взбивание конечно вообще для бисквита наверное очень наверное нужен даже планетарный миксер помощнее эта мысль меня посетила когда я очень долго взбивала эти желтки и белки желтки взбились быстрее с белками немножко нужно было время чтобы они прям были взбились да хорошо и это очень важно взбивать именно вот интенсивно потому что от этого зависит пышность бисквита от того как он поднимется вот очень кропотливая работа ну вот я уже заканчиваю сам желтками и перехожу на белки то есть сперва избивая просто белки без сахара до пышности а потом уже постепенно всыпаю сахар количество по граммовке я пропишу вот поэтому здесь я не не буду конкретно до озвучивать сколько граммов сахара там сколько муки и так далее сами коржи конечно там всего 6 яиц и ну сахар мука то есть наверно больше такой затратный крем в этом торте да вот активно я взбиваю на фоне конечно сергей и омар хотелось бы конечно это все делать в виде сюрприза но не получается и после того как я взбила все отдельно теперь настало время смешать взбитый с сахаром желтки с взбитым сахаром белки и теперь уже вход вступает лопатка потому что очень важно чтобы они не осели нужно аккуратно лопаткой перемешивать яйца прям такие очень хорошие желтые и далее уже всыпаем поэтапно муку то есть не всю сразу да она несколько частей сначала всыпаем перемешиваем лопаткой и сверху вниз очень это это очень важный момент при выпечке при выпечке бисквита иначе может не получиться не подняться достаточно идет следующая порция муки так ну и здесь я в муку уже добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя и ванильный сахар можно просто ваниль отдельный экстракт да если у вас есть в жидком виде либо палочки ванильные в общем это норвежская версия ванильного сахара обязательно это смешивается с мукой ну и на смазанные сливочным маслом противень я выливаю все тесто и начинаю все аккуратно заскапливать переливать форму для выпечки обязательно немножко вот так вот нужно простучать чтобы уже воздух ну и вот такой у меня выпекся корж обязательно проверяем палочкой если он сухой значит кош готов и на ночь я вот так вот окутываю пленкой и отправляю в холодильник вот на всю ночь так в общем первые клетки мы вышли сейчас не могу я подсоединить вот эту вот машину без сергея так буду делать крем сахарная пудра в общем крем численно здесь 200 мы используем 4 2 упаковки до 400 грамм требует творожного сыра получается потом 200 будет сливок и 200 сахара и все миксером для пропитки сиропа у меня сейчас оставлю и получается нарезали на три слоя наш буду еще вот такого то личное прослойку буду это все забирать сюда вот чтобы можно было бы вот закрыть и переносить так как мы пойдем отмечать в день их горечь так ну друзья получится крем обалденный нежный и самое главное что 10 творожный сыр то есть ну крем не сильно жирный да здесь всего лишь 100 грамм сливок вот блин освещение у нас день но пока так темно пасмурно что пришлось включить свет так но начинаем мы собирать торт ложила я первый корж и буду на руку конечно неудобно вот таким образом я буду пропитывать корж так первый слой и пропитала промазала кремом просто закрыла следующим коржом и промазала так кремом по бокам а сюда положила куличное время шприцов у меня нету кондитерский надо кстати купить и падет у нас финальный слой коржа так ну все сверху я накрыла коржом пропитала сиропом и падет финальный кремом так ну такой у нас получился торт сейчас теперь будем колдовать что-то украшать красиво делать так ну вот друзья вот такой вот получилось творение здесь у меня была стружка шоколадная крупная это кусочками поломала а потом делала дело дело а потом психану и мне показалось что крупнее намного красивее или вообще испортила не напишите в комментариях пожалуйста как вам больше нравится с крупной или с мелкой или вообще не надо было добавлять вообще может быть я испортила торт ну не знаю и в крайнем случае на самом деле торт должен быть вкусный потому что я все его с нуля готовила и бисквиты коржи сама делала все пропитка крем крем все ничего покупного здесь не было и я думаю что тот будет вкусный вообще кошка да я заливала корж на корже теста это как говори сергея посмотрим на его характер если ты противные тесто не поднимется и он потом бегал перед ну чё как поделось поделся города поднялась все хорошо поднялась и он такой ходил довольны вот в общем думаю что и торт получится вкусный попробуем ну мы задуем свечу как положено и попробуем потом торт и поделимся с вами я покажу вам в разрезе а пока сейчас у нас 12 часов я это все буду закрывать и в холодильник как раз он до 5 часов хорошо пропитается и будут бесподобным ну все